Он говорит, почти всё сходится с Библией. Спрашивает, а ваше происхождение какое? Он говорит, это сложный вопрос. Я занимал высокий пост. Он не говорит, что на небе был... И дальше говорит, были выборы, там как... Я все правила нарушил, и вот я здесь. Он говорит, так вы не один? Он засмеялся, говорит, нас миллионы и миллионы бесов, демонов здесь. А что больше всего ненавидите? Когда каются люди, прощения просят, Библию считают, в церковь ходят, терпеть не могу. Это дьявол отвечает, которому вы поклоняетесь. А дальше говорит он, а что, кто у вас самый главный враг? Он вот так папиросу сжал. Это тот, которого я 2000 лет назад распял. То есть Христос. А что с вами дальше будет он? Он придёт скоро и меня уничтожит. То есть сатана знает, что ему в озере гореть. Но вы-то зачем туда слепые лезете? Я сатане. Вы даже не знаете, кто это. Все зло, воины, блуд, всё от него идёт. Это он научает. Лжец и убийца. Евангелие Теянов 8,44. На самом деле, я просто так соврал, на что сатана... Вы не знаете. Вот я вам показал Библию. 2 миллиарда 200 миллионов живут по ней. Вот люди живут 2 миллиарда. Точно так же верят, что дьявол, Иблис, пал оттуда. И они тоже это исповедуют. И он будет гореть в огне. Ты сам верующий, что ли? Да. А Бог есть? Бог есть. А вот сами себе, как нигилисты. Настоящий нигилист сомневается в собственном существовании. А вы-то откуда? А земля, которая вам под ногами, кто она такая? Откуда? Кто сотворил весь мир этот? Смерть есть. Смерть есть. Смерть есть. А Бога я не видел. Бога нет. А вы смотрели... Бога олцы придумали. Понятно. Вы смотрели... Меньше кусали. Фильм смотрели мастера Маргарита Булгакова? Допустим. Ну, на патриарших прудах. Он подошёл сатана, образ Воланды. А они доказывают ему, берлиот, что... Бога нет. Ах, он говорит, Христос-то распят. Ну, это доказать не надо. Не надо доказывать. И сразу показывает картину, как он сам участвует 2000 лет назад. А ты знаешь, что Иисус еврей? А что он знает? По плоти, да? Ещё отсюда. Еврейскому Богу преклоняйтесь, да? Вас как звать-то? Дмитрий. Дмитрий. А откуда ваше имя произошло? Меня вот Игнатий звать. Откуда ваше имя произошло? В смысле откуда? Ну, допустим, вот человек говорит, меня звать Михаил, русское имя. Он даже не знает, что это никто, как Бог. Три слова. Еврейское имя носит. А Илья? Илья, Бог, моя крепость. Еврейское имя. Вы обложены еврейскими именами и событиями. Дмитрий, Дмитрий. У меня имя греческое, Игнатий по-латынски. Да, Дмитрий. Но Дмитрий это Дмитрий, сын Дмитрия. Богини языческой. Так что, получается, я язычник? Да нет, конечно. Дело в том, что... Я я язычник, скажу тебе. Да это вы только думаете так, язычники. Глупее нет ничего. Твари вместо Творца поклоняются. Если вы познали, что творение хорошо, насколько лучший Творец, премудрец Соломона говорит. Вы только не ругайтесь. Только не ругайтесь сейчас. Я говорю, вы слышите, чтобы не ругались. Ни одного слова плохого. Я верю в Одина. Вы знаете такого бога Один? Бога Кузю. В Москве такой там есть. Виссарион есть в Красноярском крае. У сатаны много адептов. Вы им не молитесь? Только говорите. Язычники настоящие жертвы приносят. Они молятся, они скачут, прыгают. А у вас ничего нету. Только для блуда. Ни за чего не отмечать. Блудить до упаду. Мы тоже молимся. Мы в лес ходим. Там у нас капиши сварога есть. Может быть, у вас и есть. Мы молимся, там кастры жгем. И с святышеством покончено навсегда. Вот когда христианство пришло, в римском пантеоне было 500 божеств. Тебе уже ничего не доказать. Так что я пошел дальше. Пожалуйста. О Боге. О Боге, да. Из этой книги. Мы все смертные. Мы все смертные. Мы все умрем на земле. А с чем предстанем на суд Божий? Жизнь не заканчивается на этой земле. Смерть – это только переход в другое состояние. Душа идет по мытарствам, и она идет или в рай, или в ад. Ну, батюшка, я, наверное, в рай пойду, потому что я не грешница на этой земле. Вот грешница пришла ко Христу, когда он был. Ее не пускали. Она пришла, волосы распустила, она нестриженная была. Слезы на ноги Христа капали, она волосами стирала. А Господь говорит, много тебе прощается, хоть ты много согрешила. Иди и впредь не греши. Ты, грешница, приди ко Христу, склонись, а пойди в церковь, наиспоцить к священнику православному. И скажи, я виновата, согрешила там как. И Господь тебя простит, у тебя будет другая жизнь. Да я знаю, батюшка, мне говорил уже. Я живу каждый день в церковь утром и вечером. Я вам сказал о Христе. Самая великая радость. Он дает нам прощение жертвой своей. Он умер за нас. Умер и воскрес. И говорит, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вы вот верите в ангелов? Конечно. В ангелов, которые существуют на этой земле. И они есть, просто они выглядят как люди. Знаете, я ангел, тот человек, который видит беду и может помочь прийти и помочь остановить. Была ситуация, когда мой друг хотел застрелить человека. И я пришла именно в тот момент и просто отговорила. И он не сделал этого греха. И не пал. Мало-немало ты сделала-то. Умница какая. И у меня постоянно видятся какие-то сновидения. Постоянно видения. И когда что-то плохое случается, я постоянно в том месте. И как бы зла. Пытаюсь предотвратить. Ну, Господь-то везде является. Дома даже. Одна закрытая дверь. Он, говорит, ищет поклонников в духе истины. Надо прямо ко Христу молиться. Он умер за наши грехи. А ангела-охранителя Бог дает, чтобы охранял нас. Защищал, предупреждал. И мы каждый день молимся. Мы в 4.40 утра встаем. И благодарим Бога. Это щетки называются. Поклоны. Сто поклонов. И девять раз утром, вечером и семь раз днем. Девятьсот поклонов делаем. Мы молимся Бога, угождая Ему. Вот. И когда я родилась, мама говорила, что от меня идет белый свет. И как будто на свет родился ангел. Все может быть. Значит, вы должны идти путем святости. Бывает избрание от чрева матери. Еще в отчеве матери Бог говорит, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. А как вас зовут? Ну, мы как? Мы христиане православные. Мы строим православную деревню. Где нельзя лгать, петь, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну такая. У нас все верующие. Никто не пьет. Никто не матерится. Ни одного аборта. Ни одного развода. Вы зайдите на наш YouTube. У меня YouTube канал есть. Называется «Во свете Библии». Это самый большой в интернете канал. Самый большой. 20 тысяч 430 роликов. Ничего себе. Во свете Библии. Общий просмотр. Просмотр. 46 миллионов. А как вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул. Алтайский край. Мне 81 год. Ой, какой он молодец. Вы, когда зайдете на наш YouTube канал, вы посмотрите, какие у нас сестры, какие мужи. У нас никто бороду не трогает. Так Бог сотворил. И женщина надевает два платка, как хиджаб. Платье до полу. Ни одной волосинки даже у ребенка не видно. Бог говорит, если с непокрытой головой молится, постыжает голову женщина. Поэтому она должна быть в платке. Отец, меня зовут Веринея. Веринея? Так, подожди минутку. Я сейчас вот этот церковный журнал, сейчас я посмотрю. Это такое редкое имя. Это не Вера. Так. Минуточку. Веринея. А-Б-В-Г-Д. Варвара. Вера. Веринея. Вероника. Это одно и то же имя. Мученица. Едесская. Октябрь 4. Ну почему-то нету перевода. Тут переводы многие даны, но не дана. Я даже не могу сказать, веренее. Вы зарядите в Википедии и узнаете, что оно означает имя. Вообще, моё имя означает «рождена, чтобы помогать Иисусу Христу», «рождена, чтобы спасать душу». Может быть и так. Вот я, Игнатий, Игнатий означает «неведомый, неизвестный», с греческого, а с латинского «огненный», вот такой вот. Очень интересно всё это. Вот если вы зайдёте, вернее, если вы зайдёте на наш YouTube, вы там всё найдёте. Там у меня ответы студентам, я даю 4124 вопроса. И сайт есть, сайт называется. А если побеседовать, вам будет желание встретиться нам по скайпу, Игнатий Лапкин, зарядите два слова. И вы сразу на меня выйдете, хоть сегодня. И там я могу все ресурсы вам скинуть тогда. Скайп, такая система есть. Ну, беседовать как домофону. Я знаю, я знаю. Так. Вот там звонит у меня телефон. Ладно, пускай. Вот если по скайпу запишите Игнатий Лапкин, чтобы нам не потерять друг друга. Серьёзно, Игнатий трубка. Вы записать можете два слова, Игнатий Лапкин? Я уже. Вы запишите. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. По скайпу. По скайпу. А если Ютуб, то напишите Ютубе. Канал называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Также называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин» сайт. Всё на этом. Библию не считаете, значит, вы её содержание не знаете. Ну, я знаю примерно её содержание. Да. А если не знаете её законы, то вы их и нарушаете. Ничего. Да потому что не знаете. Как? Если на дороге правила движения не понимаешь знаки, ты будешь нарушать. Ну, да. А нарушая, ты погибаешь. И всё от того, что не считаешь, говорит Иоанн Златоуст, пятый век. И что не будет, если я не буду нарушать ситуацию, когда законы Гиблии, что нас думает? Ну, вы верите, что есть над нами Бог, который сотворил человека, Землю, космос? Не помню. Я не понял. Верите или нет? Нет. То есть, вы думаете, что всё по себе так, а сырость была и завелось всё? Нет. Всё произошло благодаря разрезам и критических фон, которые попадали в воду в первичный бульон. Так что, это доказано наукой. Так что, бодра в воду нет. А вы смотрели фильм «Мастер и Маргарита» Булгакова? Я читал. А фильм смотрели? Смотрел. У патриарших прудов сидят там валанты. И когда он говорит о Христе, он говорит, доказать надо Берлиоз. Он говорит, не надо доказывать. Две тысячи лет назад я распял его. А он валант. Так вы и дьявола не верите, что и дьявола нету. Бога нет, и дьявола нет. Что это за день такой? А он сам дьявол и сидит рядом. Конечно. Сейчас вышел небольшой фильм. Можете посмотреть. Называется «Интервью с дьяволом». 12 минут всего смотреть. Интервью у дьявола берет журналист. И что он там делает? Зарядите себе. Интервью с дьяволом среди берез, среди сосновых деревьев. Понятно, что ты делал. А вы потом посмотрите. Сейчас можете. У нас очень большой ресурс есть в Ютубе канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Самый большой канал во всем мире. Какой канал? «Во свете Библии». Свет от Библии. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин – это я. Слава Иисусу Христу. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.